В эфире телеканал Лоба информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте. Сегодня о выпуске. Лоба несет свои мутные воды. Лобинский водозабор не справляется с очисткой. Глава района о качестве дорог Александр Сачиков обсудил проблему на планерном совещании. События выходных дней. В райцентре состоялся митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма. Три года назад Республика Крым присоединилась к Российской Федерации. В субботу в центре Лобинска состоялся праздничный митинг-концерт, посвященный этой годовщине. Сегодня мы собрались здесь на митинге-концерте, который посвящается третьей годовщине великого события вхождению в Российскую Федерацию Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Вешний ветер флаги России целует. Песни и слезы плещутся счастье волной. Крым навеки в гавань причалил родную. Вы вернулись в нашу Россию домой. Эту землю уже никогда не разделишь. То, что связано кровью, не разорвешь. На чужие знамена кресты не нацепишь. Остальное лишь глупость, да хитрая ложь. Это Крым. Здесь везде только русская речь. Это Крым. Здесь названия до боли родные. Симферополе, Ялта. Севастополе, Керчь. Это Крым. И по совести это Россия. 18 марта наша страна отмечает третью годовщину присоединения полуострова Крым и славного легендарного Севастополя к Российской Федерации. Я хочу сегодня от имени всех нас, собравшихся на этом митинге, поздравить наших соотечественников, крымчан с этим праздником знаменательным. И пожелать всем нам мира и благополучия, спокойной, созидательной работы, стабильного развития. Сегодня мы единое общее государство. Сегодня Крым это не только одна из лучших военно-морских баз в городе Севастополе, а это еще 2 миллиона жителей, которые стали россиянами. Сегодня Крымская республика это республика мира, созидания и толерантности, которая не на словах, а на деле подтверждает свой девиз, что наша сила в единстве. Я поздравляю всех вас с этим праздником, желаю мира, добра и процветания. И главное помнить, что сила России в единстве. Этому событию в образовательных учреждениях района посвятили тематические мероприятия. В 4-й школе ученикам рассказали о истории полуострова Крым. Гостями урока стали начальник управления образования, представители партии «Единая Россия», директор Краевического музея и молодогвардейцы. Крым – уникальный историко-культурный заповедник. На полуострове проживают татары, русские, украинцы, греки, эстонцы, турки, армяне, немцы, болгары, евреи, цыгане. На уроках учащиеся узнают о многочисленных памятниках культуры, в которых отражены исторические события, культура и религия разных эпох и разных народов. Этот неклассный час в 4-й школе посвятили важному историческому событию, произошедшему 3 года назад, когда Крым вновь стал частью Российской Федерации. Очень важно, чтобы наши дети знали нашу историю, понимали правильность решений нашего правительства и понимали грамотно и хорошо политику нашего правительства. Мы очень рады, что Крым вернулся к нам, потому что Крым всегда был нашим, российским. История Крыма – это сплетение Востока и Запада. История греков и Золотой Орды, церкви первых христиан и мечети. Здесь на протяжении многих веков жили, воевали, заключали мир и торговали разные народы, строились и разрушались города. На уроке говорили о Крыме в Российской империи, о том, что пережили жители полуострова во время Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1954 году Никита Хрущев вместе с советским руководством страны принял решение передать территории Крыма Украинской СССР, мотивируя это решение территориальной близостью, общностью экономики, тесными культурными и хозяйствующими связями между Украинской и Крымской областью. А в 2014 году по воле народа Крыма был проведен референдум о статусе полуострова. Около 90% изъявили желание вернуться в состав Российской Федерации. Поводом послужил незаконный государственный переворот и смена власти на Украине. Исторически эта земля была нашей, российской. И, конечно же, ребята должны об этом знать, должны об этом помнить. Эта земля еще находится в составе Российской империи с 1783 года, с момента присоединения Крыма к России еще при Екатерине II. На протяжении многих лет приходилось защищать ее, отстаивать. И как это было и в годы Крымской войны в 1854-1855 году, как и в годы Великой Отечественной войны. Ну и, конечно же, мы не забываем о третьей обороне Севастополя, в том числе и о том, что приходилось отстаивать, собственно, эту землю уже и народу Крыма, который, собственно, на референдуме в марте прошлого года выразил свое волеизъявление о вхождении в состав России. И, конечно же, 87% человек, жителей Крымского полуострова были за то, чтобы вернуться обратно в состав России. И как здорово, что президент России и наш народ поддержали крымчан. И то, что все-таки эта земля исторически, которая принадлежала нам, она вернулась сегодня в состав России. Участники урока высказали свою гражданскую позицию по присоединению Крыма к России. Это действие сплотило людей, и патриотизм стал национальным фактором, который объединил все народы России. Сегодняшнее мероприятие посвящено присоединению Крыма к России. Я считаю, что нужно об этом помнить, нужно обращаться в первую очередь к истории, потому что, как мы знаем, что исторические события цикличные, мы должны помнить об исторических событиях, чтобы не повторять, конечно же, ошибок в будущем и настоящем. И сегодняшнее мероприятие подарило очень много знаний участникам этого мероприятия, прежде всего этого ученикам. Конечно же, я считаю, это очень важно помнить и касаться этой темы даже в таком раннем возрасте. Конечно же, наверное, существует много мнений о присоединении Крыма к России, но я считаю, что, конечно же, это имело положительное значение, так как это в первую очередь и развитие туризма, это в первую очередь и, конечно же, пополнение числа населения. И, конечно же, я считаю, что имеет только положительную оценку. Далья Твиненко, Георгий Соков, телекомпания «Лаба». Состояние дорог после зимы не устраивает ни водителей, ни администрацию. Таких ям не было за последние годы. С чем это связано, предстоит разобраться специальной комиссией, в которую войдут коммунальщики, дорожники и сотрудники ГИБДД. Поездки по асфальтированной дороге могут быть опасными для автомобилей. Разбросанных в шахматном порядке ямы не всегда удается объехать. В марте на многих участках появились заплатки. Так называемый ямочный ремонт – дело привычное, но чтобы в таком количестве приходилось восстанавливать полотно, мало кто помнит. Глава района в понедельник посвятил проблеме качества дорог часть планерного совещания. Ответ держали его заместитель по ЖКХ и строительству и городской глава. Конечно, ситуация очень будет тяжелая, поэтому сегодня и прокуратура особое внимание уделяет на это. И нам подсказывает, и шлет предостережения. Мы сегодня, где возможно и невозможно, перемещаем бюджетные средства с других участков на усиление и увеличение инвестиций именно в дорожную деятельность. Какой объем бюджетных средств предусматривается? Значит, у нас 14,5 миллионов предусматривалось бюджетных средств по дорожному фонду. 300 тысяч было заложено своих денег. Сегодня мы туда переместили еще 500 тысяч. Значит, на сегодняшний день порядка 16 миллионов – это предполагалось, как бы прямых затрат, только то, что уже никуда не уйдет. Но надо учитывать, что это не только пойдет на ремонт асфальтного покрытия. Это все надо распределить и на знаки, и на закупку на зиму соли, и на гравики. Я уже 16 лет работаю. Даже когда была плохая ситуация, крайне тяжелая ситуация, но таких разрушений после зимы не было. Не мы же с тобой разрушали их, правильно? И не лабинчане, которые ездят уже таким составом и таким количеством машин не первый год. Поэтому надо посмотреть по первым причинам и положить в основу тогда рассмотрение этого вопроса, кризисного вопроса на сессии. Почему дороги разрушились на большинстве улиц так сильно, предстоит понять комиссии, в составе которой не только коммунальщики-дорожники, но и надзорные органы. В любом случае, ямы нужно заделывать. Городская администрация изыскивает средства, но затянувшиеся дожди не позволяют выполнить работы в кратчайший срок. Взять улицу Пушкина. Она довольно свежая. Но в течение двух лет, когда шел ремонт моста казена Кужовского, весь транспорт транзитный шел через нее. Первая нагрузка раз. Зима, какой не было последних три года, два. Третья. Обязательно убирать обочину. А у нас сегодня некоторые асфальтовые дороги находятся в зажатой области. То есть в воде, талый снег, он сходить не нужен. Мы созводим такую группу совместно. Брагово-Носкиселев-Дорожник. И, Александр, каждую улицу надо просто оценить. И тогда уже выставить первоочередность. Также Александр Сачков обсудил со своими заместителями санитарное состояние района. Месячник по наведению порядка длится уже три недели, но говорить о чистоте улиц пока рано. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Еще одна проблема. Мутная вода подается в квартиры лобинцев. Это беспокоит и даже возмущает горожан. С повышенной мутностью потребители сталкиваются не первый год и даже несколько раз в году. Ответ кроется в том, что лобинский водозабор подпитывается естественным источником. Река Лобай из-за таяния снега в горах сейчас несет практически глину. Сотрудники водоканала прояснили ситуацию. Не опасно ли пить такую воду, но главным остается вопрос, как долго ждать прозрачной воды. Водоснабжение города Лобинске осуществляется из подруслового инфильтрационного водозабора, который находится в пойме реки Лоба. В последнее время вы ощущаете, что вода в водопроводной сети находится не слишком надлежащего качества. Это все происходит из-за того, что водозабор был построен еще в 1962 году. И через 50 лет проектировщики просто не могли бы досмотреть того, что в верховьях реки Лоба будет происходить вырубка лесного массива. И селевые потоки, которые спускаются с гор, попадают в наш источник реки Лоба. На данный момент при прохождении паводков и обильного таяния снегов в верховьях реки Лоба вода качество не сильно хорошая из-за мутности. В этот период проводится гиперхлорирование. И по биологическим качествам вода полностью соответствует своему составу и санитарным нормам. Только мутность придает ей не красивый и не качественный цвет. Как еще раз сказал, по биологическим данным полностью соответствует. Жизни и здоровью людей не угрожает. Но для верности можете прокипятить воду и отстоять. В минувшее воскресенье отмечался День работников торговли, ЖКХ и бытового обслуживания населения. Накануне профессионального праздника тех, кто работает в сфере услуг, поздравили в городской администрации. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в 3 воскресенье марта. Накануне праздника людей мирных и созидательных профессий поздравили в городской администрации. На территории Лобинского района зарегистрировано почти 1400 объектов потребительской сферы. Значимость людей, которые трудятся в сфере услуг и ЖКХ, трудно переоценить. Благодаря им в домах есть свет, газ и вода. Мы гуляем по ухоженным паркам и скверам. В любой момент каждый из нас может перекусить в столовой, обновить гардероб или порадовать себя новой стрижкой. Трудом этих людей мы пользуемся ежедневно. Первое в этот день поздравления с праздником они получили от заместителя главы района Игоря Чигаева. Решение от имени главы Александра Александровича Сальчикова и представителя районного совета Ирина Тривича Жаркова в первую очередь поздравить вас с вашим профессиональным праздником. И во вторую очередь, не менее важно, это поблагодарить всех вас за ваш труд, за то, что вы не только занимаетесь, как говорят, самозанятой, вы даете возможность людям работать, вы формируете бюджет. Ваша работа, она очень сложная работа, потому что я знаю об этом не понаслышке, нужно 24 часа в сутки держать руку на пульсе. Не просто человека встретить, но сделать это так, чтобы он шел довольный, счастливый и вернулся к вам еще. Я уверен, в нашем городе, в нашем районе у вас это получается. Вы делаете жизнь наших людей более счастливыми, интересными, насыщенными, красивыми. Поэтому спасибо вам большое. Дай Бог вам благополучия на ваших предприятиях, на ваших магазинах, это листовую в ваших рабочих местах, чтобы у вас мир, порядок, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, и чтобы ваши близкие, родные, когда вы пропадаете долгое время на работе, всегда относитесь с пониманием, с поддержкой. Поэтому всего вам самого доброго и лучшего. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие бытового обслуживания населения, профессиональное мастерство и высокие показатели в работе, 12 сотрудников предприятий и организаций наградили почетными грамотами главы района. Троим представителям сферы услуг вручили благодарности Совета муниципального образования Лобинский район. С праздником бытовиков и работников коммунальных служб поздравил глава города Алексей Матыченко. Истинная поговорка с времен давних. Лобинск – город торговый, мастеровой. Она оправдана. Мы прирастаем за счет вас, за счет мастерских. С огромными словами благодарности я сегодня хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником и пожелать всего самого только доброго, хорошего. Радуйте нас своим существованием и пусть это ваше дело. Будет передаваться из поколения в поколение, но профессионализм будет только от этого расти. Еще 12 человек в честь праздника получили почетные грамоты из рук главы города Алексея Матыченко. А заместитель председателя Совета городского поселения Борис Стрельцов вручил три благодарности от Совета депутатов. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Это все новости. А сразу после рекламы Ирина Берекова познакомится с прогнозом погоды. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова